Продолжение следует... Бог дал людям возможность выбирать между жизнью ради золота этого мира или жизнью ради славы Божьей. Молюсь, чтобы вы от всего сердца взывали к Богу со словами. Господь, я довольно долго жил в непослушании, и прошу, дай мне сил отказаться от этого золота ради твоей славы. Не пропустите прямо сейчас нетленное богатство. Мне кажется, каждый день мы являемся свидетелями разрушительного воздействия бесконтрольного гнева на наше общество. Но, должен честно сказать, правда в том, что гнев — это естественная, законная эмоция. Каждый из нас так или иначе проявляет гнев на величайшее благословение для нас, знающих Иисуса Христа как Господа и Спасителя, в том, что мы можем научиться контролировать этот гнев. Если вы попытаетесь разобраться в причинах гнева, как это делал я в течение многих лет, то обнаружится, что гнев начинается с разочарования. В этом его начало. Разочарование может быть в чем угодно. Мы ведь сталкиваемся с ними каждый день. Так? Может, из-за того, что застряли в пробке, или проблема с трудными детьми, или неспособность справиться с жизненными обстоятельствами. Неважно, каждый день мы встречаемся с разочарованиями. Хочу напомнить вам, что мы подходим к концу серии проповедей о жизни Моисея. Я дал ей название «Откажись от золота ради славы», потому что Моисей отказался от дворца в Египте, от дворца фараона, чтобы быть и страдать вместе с Божьим народом, принести им избавление от египетского рабства и дать свободу в обетованной земле. В последний раз мы говорили о Моисее, когда он находился на своем пике. Это была высшая точка его карьеры, его служения во всей его жизни. Высшая точка, когда он молился за тех, кто клеветал на него, молился за исцеление Мариам и Аарон, и Бог ответил на его молитву. А знаете, я так благодарен Духу Святому, третьей личности Святой Троицы, потому что, ну уж не знаю, что вы слышите от других людей или других проповедников, но я вам хочу сказать, что Слово Божие, начиная с бытия первой главы, первого стиха и заканчивая картой на последней странице книги, написано Святым Духом Божьим. Это не просто книга, написанная кучкой людей. Нет, и еще раз нет. Нет, ее автор — Святой Дух. Он направлял этих людей. Вот почему мы говорим о ней, как о непогрешимом Слове Божьем. Я так благодарен Духу Святому, что Он не попытался представить нам всех этих людей веры такими чистыми, отбеленными и накрахмаленными. Не стал заворачивать их в красивую подарочную упаковку, не поставил на всеобщее обозрение и не сказал, а теперь будьте как они. Я так благодарен Господу, я так благодарен. Он не говорит, будьте как они. Нет, нет, все совсем наоборот. Дух Святой дает нам разглядеть даже бородавки у этих людей веры. А зачем? Да затем, чтобы мы не просто могли отождествить себя с ними, но чтобы и вдохновиться ими, чтобы мы могли сказать, раз они смогли, значит, и у нас тоже получится. Если они смогли избежать челюсти и смерти, значит, и мы сможем. Раз они одержали победу, то и мы сможем. Моисей не смог успешно закончить школу по эту сторону жизни. Мы видим в Писании, как он стремился победить в себе гнев свою Ахиллесову питу, но в самом конце его плотская природа, его врожденная проблема лишила его награды. Какой? Вхождение в обетованную землю. Эта награда ускользнула от него. Наблюдая за этим этапом жизни Моисея, я молюсь Богу, чтобы это мотивировало вас самих, вашего пастора, и всех нас обратиться к Богу. Сделай нас способными достичь успеха и процветать. И даже если мы пойдем через огненный шторм, пройди сквозь него вместе с нами. Бог охарактеризовал Моисея, не человек, а сам Бог сказал, что Моисей, самый кратчайший человек на земле из всех, но при этом он мог проявлять ярость, у него был гневливый характер, и этот характер, стоило ему вспыхнуть, начинал контролировать его. Он никак не мог победить это в себе, и у него не получалось сдерживать это. Характер владел им. В итоге, это помешало ему получить награду, войти и овладеть обетованной землей. Но откуда взялся этот гнев Моисея? Может, он появился в нем в возрасте 120 лет? О, нет, он был в нем всю его жизнь, и даже в возрасте 120 лет, он все еще не был побежден. И поэтому гневливость Моисея никоим образом не может быть объяснена просто раздражительностью. Этот непрекращающийся гнев поселился в Моисея в далеком-далеком прошлом. Давайте освежим это в памяти. Впервые мы видим упоминание об этом в Писании, не ранее, второй главы книги «Исход». Если вы смотрели предыдущие проповеди, то помните ситуацию, когда египетский надсмотрщик избивал евреев. Моисей пришел в ярость, и в Библии описывается, что в тот момент он оглянулся по сторонам и, никого не увидев, убил египтянина и закопал его в землю. Возможно, сейчас те из вас, у кого хорошая память, или есть подробные конспекты, по мне, и то и другое очень хорошо, могли бы сказать, «Майкл, но ты вроде говорил, что у Моисея было великолепное образование». И да, это абсолютная правда. Вспомните и никогда не забывайте, что 40% гитлеровских прихвостней имели докторские степени. Образование само по себе не делает человека цивилизованным. Большинство, если не сказать «Все бандиты, атаковавшие нас 11 сентября, являлись выпускниками колледжей, так что услышьте меня». Это неправильное представление. Не получится просто дать террористу образование и рассчитывать на то, что он перестанет быть таковым. Это абсолютно неправильный подход. Он противоположен истинен. В нашем служении мы каждый день видим, как бандиты или жестокие люди полностью преобразуются и становятся миссионерами для Иисуса, когда они слышат Евангелие. Евангелие нашего Господа и Иисуса Христа, и они изменяются силой Креста Христова и силой воскресения Иисуса. Это происходит на наших глазах каждый день, каждый Божий день. История повторяется снова и снова. Только Иисус и силой Его Креста и Воскресения могут преобразовать жизнь человеком. Убирая Бога из школ, пряча Его подальше от публичной жизни, мы только вредим следующему поколению. Послушайте, вы знаете, что у меня хорошее образование, но оно не способно исцелить социальные болезни нашего общества. Ярость и гнев невозможно контролировать или изменить в себе при помощи образования. Это возможно, только если жизнь человека находится под властью Иисуса Христа и Слова Божьего. Только в таком случае возможны перемены в жизни. Но теперь давайте вернемся снова к нашему Моисею. Возможно, кто-то из вас хочет сказать, погоди-ка, ты сказал, что он был образованным человеком, тогда как же он с таким образованием докатился сдубийство египтянина и вдобавок закопал его в песке. Понимаете? После этого первого проявления ярости и гнева Моисей вынужден бежать из Египта. Он останавливается в земле Мадиамской. Но у Бога был другой план для него. Господь возвращает его в Египет, чтобы вывести свой народ из египетского рабства. Но теперь это будет сделано Божьим способом, а не способом Моисея. И вот второй раз, когда мы снова видим проявление гнева Моисея, это исход 11 глава 8 стих. Вплоть до 10 стиха обратите внимание на это. Библия говорит в исходе 11 главе 8 стихе «И вышел Моисей от фараона с гневом». Понимаете? Моисей видел своими глазами все эти 9 чудес, 9 казней египетских богов. Моисей знал своим сердцем, и сам Бог сказал ему, что Бог еще больше ожесточит сердце фараона. Но не забывайте, что Бог сделал это уже после того, как фараон сам решил ожесточить свое сердце. Бог дал ему то, что он сам захотел, но все равно Моисей был поглощен гневом из-за упрямства фараона. Фредерик Бюхнер однажды написал следующее. Послушайте эти слова. «Из семи смертных грехов гнев, пожалуй, самый приятный». Он дает удовольствие, облизывает ваши раны, причмокивает губами. Из-за давно минувших обид вертит языком предвкушение предстоящего ожесточенного конфликта. Он смакует до последнего боль, которую вы причиняете и боль, которую вам возвращают в ответ. Во многом это пиршество достойное короля. Главный недостаток в том, что вы проглатываете сами себя. Обглоданный скелет на этом перу — это вы. Итак, мы видим Моисея в третий раз, и мы отметили уже дважды его гнев. И вот теперь третий раз вспыхивает его гнев, когда они находились в пустыне. Они находятся в пустыне, и Бог зовет Моисея взойти на гору. Чтобы поговорить с ним, мне трудно представить более великое молитвенное служение. Это же самое величайшее молитвенное служение из всех. Вот он с Богом разговаривает вместе с ним, молится с Богом, и Бог дает Моисею скрижали. скрижали с десятью заповедями, самый драгоценный из всех документов, который когда-либо и кто-либо из людей держал в своих руках десять заповедей. Но когда Моисей спускается с горы, держа эти скрижали в своих руках и видит Божий народ танцующим перед египетским Богом, перед Тельцом, он в гневе разбивает их, он разбивает эти драгоценнейшие документы. Кто-то может сказать, Майкл, ты считаешь, что я не имею права злиться? Читайте по губам. Это не то. Что я хочу вам сказать? Вопрос не в том, злимся ли мы, а в том, что мы делаем с этим гневом. И Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. Можно быть в гневе, но нельзя при этом грешить. Можете повторить это со мною, гневаясь, не согрешайте. А как же мне проявить праведный гнев? Послушайте, будьте конструктивны, а не разрушайте. Будьте благословением, а не камнем преткновения. Приносите радость другим, а не печаль. И поверьте мне, вы сразу почувствуете разницу. Теперь давайте перескочим на 38 лет вперед от момента уничтожения скрижали с десятью заповедями. И здесь мы видим ужасный гнев Моисея в возрасте 120 лет. В этот момент Божий народ находился буквально на границе обетованной земли, которую сам Бог обещал Аврааму. Еще 400 лет тому назад они бродили. 38 лет в этой пустыне, и теперь они стоят у самой границы. Старое, неверное поколение умерло и было похоронено в пустыне. Остались только Халиф и Иисус Новин, которые говорили, мы овладеем ею. Яхве сильнее этих великанов. Но, к сожалению, старое поколение сумело научить новое, как роптать, жаловаться, ныть и жалеть себя. Потому что это то, что они сразу стали делать здесь. Итак, они пришли к Моисею со своей горькой жалобой о воде. И снова Моисей взывает Господа. Я очень надеюсь, что все, кто находится здесь сейчас, и все, кто смотрит нас по всему миру, откроют в своих Библиях книгу чисел на 20-й главе на 8-м стихе. Я хочу показать вам, что Бог сказал Моисею. «А сказал он следующее, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их этой скале и она даст из себя воду». Обратите внимание, не упустите эту мысль, и что же тут делает Моисей. Он делает в точности то, что ему Бог сказал, ведь так? «Благослови вас Бог». О, нет. Смотрите, 11-й стих, Моисей поднял руку с посохом и ударил по скале дважды, не один раз, а дважды. «И далее, и потекло много воды». Я сейчас покажу вам кое-что. «Благословения от этого испытают даже ваши носки, даже если вы их и не носите. И пило общество, и скот его, посмотрите, на 10-й стих и подчеркните его у себя в Библии. Это важный момент, суть всего в одном слове «мы». Это очень важно. 10-й стих. Послушайте. «Непокорные разве нам...» О, Господь дорогой, что это за нам такое? Разве нам из этой скалы извести для вас воду? Думаю, вы как и я осознаете свои собственные слабости и ошибки и стараетесь не сходить в этом к другим. Но я хочу спросить его, Моисей, а когда ты был способен сделать что-либо без силы Яхве? Не Бог ли дал воду из этой скалы? И вот вам факт. Ты гневаешься потому, что чувствуешь себя жертвой. слышите меня? Не упустите эту мысль. Я отдаю это бесплатно, так что берите просто так. Ощущение себя жертвы рождает гнев в любом его проявлении. корень корень любого гнева это вы, представляющие себя в роли жертвы. Я всегда стараюсь отдать это Богу. Это единственный путь. Мы знаем, мы можем отождествлять себя с чужими ошибками, мы можем сочувствовать, это все правильно, но затем тебе все равно надо прийти к Богу и взглянуть на Него, потому что там наше благословение. Слышится меня? Моисей дважды ударил по скале. Он не проговорил к ней, как сказал ему Бог, и в этот момент Бог мог бы сказать, прости, Моисей, дружище, но воды просто нет. Для тебя нет воды, Моисей, но милость Божья, даже несмотря на его непослушание, дала им воду. Возлюбленные, как вы думаете, почему мы говорим чудесная благодать? Именно поэтому Бог в своей благости и милости простил Моисея, но остается горький шрам от его непрекращающегося гнева, который говорит ему, что он не войдет в обетованную землю. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не упустить благословение. И вот он стоял на горе Нево, смотрел и видел перед собой красивейший вид обетованную землю. И Бог сказал ему, прости, Моисей, ты не войдешь туда, ты не овладеешь ей. это то, ради чего он жил и то, о чем он всегда мечтал, но Бог сказал ему, я прощаю тебя, но шрам останется на теле. Знаете, я чувствую, как по мне пробегают мурашки каждый раз, когда я вспоминаю о том, как мы с женой впервые оказались на том самом месте, где стоял Моисей. Мы путешествовали по Иорданиям, это было впервые для нас, мы стояли на той самой горе, там невдалеке еще есть церковь, перед нами тот самый вид, и у меня даже сейчас мурашки по телу бегут, хотя это было очень много лет тому назад, и мы смотрим на обетованную землю, конечно, там много что изменилось с древних времен, но по-прежнему куда не посмотришь, открывается изумительный вид, говорящий «Вот твой приз!» И это потрясающее чувство. Возлюбленные, я никогда не упускаю случая засвидетельствовать вам о силе Божьей, которая изменила меня и продолжает это делать до сих пор. Я знаю, как много таких историй у вас, я знаю, но вот вопрос. Будешь ли ты просить его дать тебе силу преодолеть и разорвать цепи, какие бы они ни были? И дело не в человеке рядом с тобой или где-то там еще или в ком-то в твоей собственной семье нет? Он поможет тебе обязательно. С чем бы ты ни боролся, я знаю это из своего собственного опыта, как и многие из вас, что Бог даст силу преодолеть все это. Аминь. Все, что Он хочет услышать от тебя, так это слова римского сотника «Господь, я верую, помоги моему неверию». И Он обязательно поможет. «Господь, я верю, я верю, что он не верю, может не «Господь,